вот сегодняшнее путешествие у меня было город форт ворд это второй по величине город в нашей области дала спорт ворд далась это первый город причине форт ворд это второй поэтому и аэропорт один из аэропортов далась так и называется дала спорт ворд он находится между этими двумя городами а второй аэропорт находится в самом далась это лофил куда последний раз кеннеди прилетал вот ну короче я приехал форт ворд это где-то 80 километров с лишним может быть около 90 километров от нашего дома во фриском и как бы я давно хотел сюда приехать потому что этот город он славится своей биржей крупного рогатого скота то есть тут и вот то что называется есть сток ярд это вот место где происходит видимо торговли исторически происходил торговли крупного рогатого скота и ежедневно два раза в день они выводят этот крупный рогатый скот погулять и вот тут собирается достаточно большое количество народу сегодня суббота то есть это было где-то первый раз в один часов утра а второй раз вот будет через час 15 минут то есть четыре часа дня я не знаю сколько времени занимает но на фотографиях это выглядит достаточно колоритная я бы хотел посмотреть своими глазами на этот скот там достаточно красивые у некоторых есть рога интересно вообще все это глянуть вообще зрелище тут конечно хорошее вот сам этот исторический вот даунтаун где это происходит вот это сток ярд такой вот дикий запад а вообще город образовался в 1849 году назван в честь генерала уильяма ворта который после американской мексиканской мексиканской войны создал тут свой форт он создавал где-то 10 фортов в этой районе и как бы один из этих фортов был здесь вот короче сейчас в этом городе живет где-то около 900 тысяч чуть меньше 900 тысяч человек так что достаточно крупный город в нем правит республиканский мэр и вообще вот хочется как-то отвлечь от всей этой суеты с выборами и погулять и посмотреть на живность и вообще посмотреть новые места я тут никогда не был я был один раз проезда мимо форт-ворта вот а в самом городе никогда не был вот я не знаю тут тут принципе сам вот даунтаун если вы можете посмотреть вот сам даунтаун виден он там не высотные здания это обычный современный даунтаун города вот а мы пойдем в ту сторону вот там без сток ярд вон там флаги и посмотрим что там такое и как там гулять ну давайте продолжим обидно две вещи первая вещь это то что во время пандемии я забыл с собой взять маску и и соответственно я не смогу наверное заходить ни в какие места потому что ну во первых нельзя во вторых я сам не хочу подвергать себя шансу заражения вот поэтому мне придется гулять только по улице это раз сегодня жарко и достаточно то есть 80 градусов по фаренгейту это больше 20 градусов по цельсию вот солнце светит естественно палит немного я забыл с собой взять головной убор потому что он просто забыл как бы можно было конечно взять бандану но что-то меня как-то все забылось так я спонтанно поехал поэтому надо не обгореть вот еще и пью воду и соответственно я наверное захочу пойти в туалет и вот без маски это будет нам сделал проблематично вот ну ладно посмотрим короче как будет все заранее расстраиваться вот я вот подхожу к этому бульвару погулять тут сейчас просмотрим как тут обстоят дела ну вот вот прямо перед ходом на этот сток ярд бульвару который увидел там подаркой здесь вот такая живописная статуя быков и вот ковбой который их пасет на лошади такой монумент достаточно большой здесь вот кактусы растут и вот уже начинается вот здесь какие-то ресторанчики магазинчики даже карета какая-то стоит ноябрь месяц 7 ноября вот чтобы кактуса дикий запад и я на современный комплекс гостиничный что должно быть очень много туристов я люблю граффити вот на этом здании от которой напротив гостиницы оказывается сбоку такой рисунка там сапог над входом очень симпатично и вон тот монумент с быками я так понимаю вот тут какие-то театры театр какой-то есть какие-то представления идут я вижу расписание вот еще какие-то заведения вот я так понимаю что нам держать путь прямо какой-то сувенирный магазин там вроде внутри есть какое-то кафе ничего не видно а тут я так понимаю какой-то скотный двор только я не вижу скотин думаю что надо идти за народом а нет вру вот скотину я вижу тут даже 2 вот какие у нее рога красавчики грустным тут одним какой-то салон а вот основной это начинается здесь я вообще зашел не с той стороны вот тут народ гуляет вот тут все это происходит тут даже родео есть вот можно сфотографироваться на этих красавцах то есть я пришел вообще не с того в хоро и как вы видите народу тут очень много и вот это главный вход видимо можно было тоже сюда заехать не на мотоцикле правда я не знал есть парковка или нет и вообще не знал вот здесь въезд в следующий раз буду знать а то я припарковался в стороне за 5 долларов не страшно а а а а а а и а вот Продолжение следует... 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 Рестораны, магазины. И там даже все это происходит с такой страховкой. Там на Дуной плацдарм такой, что если ты упадешь, то с тобой ничего не случится. А вот тут видено было раньше, вот железнодорожная страсть. Теперь она не функционирует. Теперь тут ресторан и торговый центр. Даже для желающих можно на лошади покататься. Точно детям тут понравится. И вообще немного народу в этих очередях. В ресторанах полно народу, а в очередях тут, если хочешь покататься, вот садись катайся. Заплати деньги и катайся. Ого, такой у него размах рогов от 4 до 6 фит. Нехило. Ага, и тут даже есть зоопарк. Петингзу, это такой зоопарк, где можно погладить животных. Я не знаю, какие там животные. Наверное, какие-то маленькие. Да, вон какие-то козочки там я вижу. Ну, тоже детская аттракция. Свинки даже есть, ну, судя по картинке. Замечательно. Так что, обязательно приезжайте сюда, если вы будете в Техасе, в районе Далласа. Вот, вот тут можно хорошо провести время. От настоящего поезда теперь осталось только такой. В общем, взрослые, смотри, тоже катаются. Я же сказал, в основном взрослые в этом составе. Только один ребенок. Народ фотографируется на быках. Ну, почему нет? Где еще это можно себе позволить? Стою в основном в тени, потому что жарко. У меня в мотоцикле-багажнике есть такой шарфик, который я использую в качестве маски, когда забываю ее дома. Вот, когда я вернусь на стоянку, надо будет его одеть, куда-нибудь сходить попить и... в туалет. Стараюсь стоять в стороне от толпы. Мало ли что, доряженного Бог доряжет. Я не знаю, сколько занимает весь этот поход скота. Но они где-то должны начать и часа в четыре. Я думаю, основная масса народу именно этого и ждет. В перерывах между едой. Тут даже на полицейских машинах изображены рога. Посмотрите. Полно мужчин в кобойских шляпах и сапогах. Праздник. Еще одна гостиница тут. Убираем юридит. ЛИРИЧЕСКАЯ ОТОНО ВЕСЕВАЛИ ПЕРЕДОЛА ПЕРЕДОЛА Упряжка красивая Вроде скоро начнут Сейчас они просто обсуждают Технику безопасности Этого мероприятия Я еще постою в сторонке Я вообще стою в стороне Потому что где знать Тем более, что я без маски Не хочу подходить к людям Лучше постоять возле этого Красивого автомобиля Ничем не искусственно Было же время, когда машины были такие красивые Сейчас траки тоже красивые Седаны стали многие Какие-то неказистые На мой взгляд Так понимаю, их отсюда будут выводить И потом проведут По этому бульвару Я так думаю Потому что тут запрещают Сейчас переходить дорогу А потом скотный двор же там На самом деле я ошибся Они пойдут оттуда И заведут их сюда Вот тут уже дорогу перепрыли Вот стоят люди И заведут их туда Так что мы стоим Как бы в самом конце этого шествия Вон их там ведут Сопровождают тобой Потом надо будет поскорее отсюда выскочить Пока весь народ не попер на стоянке Ух, красавцы Ух ты, какие рога они Это просто размах, я не знаю Там у одного, наверное, метра полтора Огромные просто Вся эта толпа устремляется за стадом В принципе и все Вся аттракция 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 на меня народ наплывет тут вот и все открыли проход можно свалить живая музыка тут обязательно сюда вернемся принципе даже очень хорошо что я припарковался стороне они у главных ворот потому что вот здесь вообще вот я иду опять никого народу так что самое то сейчас уже то есть все практически весь ход у них занял 10 минут вот и стоит ли это я не знаю специально ехать для этого издалека может быть наверное не стоит если вы живете тут где-то рядом или гостите уже тут то тогда наверное это конечно хорошо приехать сюда особенно во времена более лучшие когда кончится все это пандемия сидеть спокойно в ресторане не боятся что заразишься чем-то вот а я сейчас уже буду держать путь к дому темнеть начнет где-то через час потому что время перевели на зимние вот меч надо сходить в одно заведение надев маску шарфик то бишь заправиться и держать путь к дому вот надеюсь что пробок не будет я доеду где-то за час